Сегодня явление Господа Баларама Слово Бала, как вы знаете, переводится «сила», «рам» означает «счастье», «наслаждение» и так далее. То есть Господь Баларам – это тот, кто счастлив от того, что у него, прежде всего, духовная сила. У духовной силы есть какая-то категория очень важная, она вечная. Духовная сила вечная. Ну, может, в отношении нас это не совсем так еще. Не совсем так. В случае Баларамы он также представляет сам Дини Шахти. Энергию вечности. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ В этот благоприятный, трогательный для меня день мы будем читать из Шима Бхагавада Пурана Шуха Самхита. Из песни 10 главы 78 Смерть Дантабакры и Дурадхира Маршаны Стихи начиная с 22 Что там? 4.20 Постепенно дойдем к 10 Давайте повторим Продолжение следует... Перевод стиха и комментарии Его Божественной Милости Ясадева, ты или не ты? Я вижу праву похожую на Ясадеву Или это инкарнация в Ясадеве? Инкарнация? Вы меня имеете ввиду? А? Меня имеете ввиду? Да Послать за ним не имею Я шучу Он в Павлограде Павлограде, да? Извлечь его из Павлограды Среди вас есть множество Обладающих мистическими способностями Вам ничего не стоит это сделать Ладно Итак, перевод стиха и комментарии Его Божественная Милость Видите, по милости Павлограды Сколько мы счастья получаем Вчера я был последние четырех дней В Киеве там было море разливанное счастье Просто немереное количество счастья Кто-нибудь из вас был там? Затрясите головами, кто был Никто не был, да? Те, кто был, те там еще А, те еще там Они завтра Да После того, как почести были оказаны ему И всем его спутникам Господь занял отведенное ему почетное место В этот момент он заметил Что Рамахаршана, ученик Лесадевы Не поднялся со своего места Господь была рано очень разгневался Когда увидел, что этот представитель касты суд Сидевший выше, чем все ученые брамыны Не встал, не поклонился И даже не сложил в почтении ладони Комментарий Рамахаршана не поприветствовал Господа Балараму Ни одним из способов Способов, каким должно оказываться в почтении Уважаемым Уважаемым людям Добавок ко всему Он сидел выше всех собравшихся там Благородных браманов Хотя и был ниже их по происхождению Как вы думаете, почему Рамахаршана Сута Чувствовал себя так уверенно Уверенно и выше других Может, он красиво умел говорить Так, это рядом У него было низкое освобождение Лекцию давал Что? Низкое происхождение Лекция давал Так, низкое происхождение Причем оно здесь А? Ему дали благословение Дали благословение Это тоже где-то рядом Положение занимал А? Положение занимал Занимал Ну, чувствовал, что занимает положение Но истинная причина недалеко уже Истинная причина недалеко Истинная причина была Его гордости от обладания гианой От того, что он был Раздут от гиан Был переполнен гианой Он гордился Он гордился По сравнению с теми Благородными браманами Которые там присутствовали Была гордость На основе гианы Гордость на основе гианы Очень сильна Очень сильна Потому что Гиане, как правило Владеют логикой И множество людей Также прислушиваются к логике И поэтому Казалось бы Им легко доказать Своё превосходство У одного царя Был Ну, был Сказать, пантеон Браманов Не совсем правильно Но целая группа браманов При дворе И среди них Один выделялся Был старший Старший браман И вот царь Однажды вызвал К себе Этого брамана И сказал У меня есть один вопрос Если ты ответишь на него Правильно То я Отдарю тебя А если нет И он посмотрел В окно А там был забор На каждом заборе Царя что-то Были головы Тех, кто Не очень Он посмотрел В окно Ну, это заставило задуматься Брамана И так, что за вопрос Что за вопрос Что делает сейчас Господь Браман Браман был Достаточно Разумен И поэтому Он сказал Ну, это очень Сложный вопрос Давайте я завтра Отвечу Ну, хорошо И опять царь Посмотрел В сторону Забора Они попрощались Браман пришел домой И сказал Жене Давай собирай вещи Быстро Слуги Там Все Челядь Дети Вот Собираемся Чего Зачем Что будет Уезжаем отсюда А что случилось Есть угроза Есть угроза И они стали собирать вещи Нагрузили Повозку И поехали Из города И когда они ехали По дороге Вот Браман уже успокоился Ну и жене Сказал Жена всегда Самый доверенный друг Сказал Понимаешь Царь задал Такой вопрос На который Я не смогу Ответить Ну а ты же знаешь Его Норов И они ехали И повстречался По дороге Ученик этого Брамана Например Бакта Василий И ученик Поклонился Своему Гуру Магаражу И спросил Гуру Джей Куда ты Так торопишься Я смотрю Ты едешь Из города Все вещи Твои здесь Увидимся Ли мы Когда Нибудь И в чем Причина Что случилось Браман Сошел Так как у них Были доверенные Отношения И он сказал Царь задал Мне такой вопрос Что я не знаю На него ответа И поэтому Ну ты же знаешь Какой он Суровый батенька А какой вопрос Вам Гуру Магараб Задал царь Он спросил у меня Что делает сейчас Господь Ученик Глаза вниз Глаза вверх Это очень простой Глаза Браман Посмотрел Ладно Если ты знаешь Так иди Иди Отмечай Иди Отмечай А я поеду Я поеду Если ты знаешь Лучше чем я Так иди Отвечай Ну и они Попрощались Ученик поклонился Конечно Василий поклонился Гуру Джи Благословил его Один в одну сторону Другой в другую И вот на следующий день Этот Барта Василий Пришел К царю Утром Когда тот Обычно Забавлял Себя Ну Можно сказать Кручением Шестеренок Его Мозгов Любил что-то Утром Такое Послушать Закобыристое Чтобы привело Движение Его Шавеющие Шестеренки И вот Окружил себя Браманами И среди них Сидел Как молодой Парень Он увидел Новое Лицо Спросил Ты кто такой Я ученик Вот Сачин Сач Такого Брамана А чего Ты пришел А ты задал Ему вопрос И я могу На него ответить Да Ты можешь Ответить На этот вопрос Сказ Да Ну давай Отвечай И Браман И Василий Сказал Что Давай договорим Сейчас ты Попадаешь В зависимое положение От меня Так Ну в общем то Да Я спрашиваю тебя О том Чего я не знаю И давай Мы тогда Продолжим Эту зависимость От меня Если я отвечу Правильно И это подтвердят Собравшиеся Здесь Депропетровцы Также Представители Депродзержинска Кривого рога Тогда Давай договоримся Если я отвечу Правильно Я займу Твою Ну так как Царь был убежден Ну что там Гуру Ну есть такая Поговорка Она часто Используется В случае С Деванандой Панди Читания Чиритама Каким был Гуру Таким был Его очень И наверное Этот царь читал Читания Чиритама С комментариями О Божественной Милости Или с комментариями Его Божественной Милности Вернее с комментариями Шила Бактисиданте Сарасваде Такого Начитания Бхагават Ну ладно Давай отвечай Хорошо Договорились Царь был уверен Не ответит Но Василий Сказал Царь О царь Господь Делает сейчас То же самое Что он делает И всегда А что он Делает всегда Он наказывает Гордых И благословляет Смиренно Василий На царь подумал Нечего Зразить Василий Тогда внимательно Стал смотреть На трон Подчеркнуто Внимательно Ну и царь Посмотрел Схватил ситуацию И понял Все ждут его Ухода А он ждет слов Позванивая Позванивая иногда Еще немного Потерпел Но понял Массы Против него Видать До этого Он их Допек Уже Ну головы Он встал И ушел И тогда Короновали Василия И может быть Появился Василий Первый Ну извините За юмор Я буду Молиться О том Чтобы не Перегружать Вас Им Вот то есть Гордость Гордость Браманическая Гордость Не позволила Этому Браману Понять В чем В чем Суть Вопроса Что Господь Делает И это Перед нами И перед нами Сейчас Один из тех Случаев Когда Господь Баларан Накажет Накажет Рамагашану Суду За гордость Его Господь Баларан Сказал Этот глупец Родившийся От смешанного Брака Сидит Теперь Выше Всех Этих Браман И даже Выше Меня Защитника Религии И потому Заслуживает Смерти Вадахам Архатей Дурматих И потому Заслуживает Этот глупец Заслуживает Смерти Пока мы остановимся На этом Потом Дальше Еще Почитаем Заслуживает 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 Джайши Кришна Чайтания Правильно Говорит Чайтания Чайтания Это на Бенгале На Хинти Чайтания Поэтому Когда мы Как-нибудь Поедем С вами В глубины На Вадвипы И даже Доберемся До Бангладеша Я хочу В будущем Году Вернее На Картику Отправиться Бангладеш Почему Потому что Бангладеш Бангладеш Там Китуреграм Расположен Китуреграм Это место Явления Кого Шил Даратан Да Стакура Махаш Вот Которого Магапрагу Оставил Свою Магапрему Река Подмавати В реке Подмавати И поэтому Там мы будем Что Прыгать В реку Подмавати Вот Будем Поклоняться И просить Наратан Да Стакура Чтобы мы Понимали Понимали Изъявление Его сердца Открытие Его сердца В форме Чего Его Замечательных Баджан И Шила Прабхупада Как вы Можете Заметить Или могли Заметить Он очень Очень Всегда Подчеркивал Свою любовь Баджан Наратан Да Стакура Наратан Да Стакура Практически Написал Все Баджаны Почти Его Ран Габалит Хэбэ В этом слове Спрартханы Да Итак Здесь Да Я начал Говорить Яши Кришна Чвой Таня Прабхуп Нитянанда Шри Притмад Дан Джарасвай Марабхап Дан Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Джая Джая Абадута Чандра Нитянанда Джагат Бангилай Нкар Дея Према Банда Банда Дан Дад Банда Швар Швей Чой Таня Мага Прабхуп Ничо Пият Прошад Синт Бабхтиш Астр Прабхуп Така Банча Папа Труб Реш Абрит Асин Я Редж Абрит Мага Мага Прабхуп Мага Прабхуп Мага Итак Здесь Господь Баларам Говорит о себе Как о Дармапалан Дармапалан Защитник принципов религии Он открывает свое предназначение И как начал немедленно По своему рождению Господь Баларам Защищать принципы религии Когда Он должен был появиться на свет Из лона В тюрьме Аканцы Он уже там В лоне Начал все подготавливать Для явления кого? Самого Кришны Как Он это готовил? Бывали метла Бывали тряпка Благовония Скорее всего Там все было очень чисто Это же Шимати Деваки А Деваки Деваки Шипатмадва Ачария Такур Говорит Что Она Богиня Знания Вот так Она Богиня Знания То есть Он приготовил Приготовил все Для явления Господа Кришны Ну и потом Как мы знаем Он перенес Он перенесся в лоне Шимати Рохини Поэтому мы поем Бала Дева Рохини Нандана Нандана Намонамам Нимачала Чандра Джайя Джага То есть Он защитник Религии Но каким образом Баларам Защищает Религию Времени готовиться не было Честно скажу Скажу В чем Особенность Господа Баларамы Или просто Баларамы Я бы сказал Так Он очень честно И возвышенно Представляет Сознание Кришны Он очень честно И возвышенно Представляет Преданное Служение Кришне Так как Может быть Никто Очень Ну Совершенно Спотлес То есть Без гиблибо Отклонений Он никогда Не ошибается И даже Для того Чтобы Ну Это его Привычка Служить Кришне Не ошибаться Была Проявлена В большей степени То Как вы знаете После того Случая Когда Ну Во время Явления Господа Рамачандры Во время Господа Рамачандры Мы знаем Что Равана Украл Шимадзи Ситадеви Хотя Он Ее Ну Материальную Материальную Часть Украл То Потом Они С Рамом Обсуждали Этот момент То есть Кто Виноват Кто Виноват В том Что Раван Украл И поэтому Лакшман Который Представляет Господа Баларам Он Сказал Видишь Так как Я твой Младший Брат Рам То Невзирая На то Что я Говорил Сити Не выходи За этот Круг Не обращай Ни на что Внимание Олень Не олень Она Она Мне Не послушалась Почему Потому Что Я Не Старший Брат Потому Что Я Не Кришна Аграджа Аграджа Переводится Старший Брат Поэтому Она Не послушала И В будущем Что Будем Делать И Рам Сказал В будущем Мы Придем С тобой И Тогда Ты Будешь Старше И Тогда Они Пришли Как Баларама Кришна Пришли Как Баларама Кришна И Тем Не Тем Не Тем Все Таки Были Некие Эпизоды В Их Жизни Когда Кришна Не Слушался Не Слушался Баларам Например Баларам Баларам Был Против Войны Против Войны Он Не Захотел В ней Участвовать Были Другие Случа Также И Тогда В Кали Югу Когда Баларам Становится Кем Баларам Хойло Литай Давайте Повторим Баларам Хойло Баларам Не Пели Сегодня В Повторим Ну У меня Бажина Немерина Просто Но Мне сказали В 5 Часов Вы Будете Голодны Баларам Я Не Знаю Что Делать Одинокий Голос Раздался Голос 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 Поэтому Лично Сказал Но В следующий Раз Когда Мы Придем С тобой Уж Тогда Разница Будет Большая 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 Ну и Параллельно Разникает вопрос Я думаю Мы потом Еще его Затронем А чем Баларам Отличаются От Непая Днепровские Мудрецы Ручаюсь Никто Из вас Не Знает Акта Василия Но Я Не Ради Похоль Я Ради Любви К Этому Моменту И Так Еще раз Повторяю Вопрос У Дверей Парень Ты Слышал Вопрос Слышал Какой Не Знаешь У Дверей Не Слышал Значит Надо Громче Итак Чем Баларам Отличается От Нитянамбур А Громче Баларам Что Брама 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 Но И Бринда У нас Да Стакур И Кришнанад Скор Раж Они Говорят Что Они Связаны Через Вишварупу Вишварупа Был Родным Братом Нимая Вишван Бары А Нитай Был Это Братство Перешло В Нитая Вы Хотели Да Ведь Янмандо Не Носил Пул А Баларам Это Неплохо Но Отношения Отношения Это Само Чем Оно Отличалось А У Баларамы С Кришной Была Дружба Да Она У многих Есть Нитянанда Тоже Никогда Никогда Не Кришна Тоже Учил Баларам Но На самом Деле Не Кришна Учил Баларам Баларам Решава На Дол Лар Вот Тоже Баларам Шимати Рады Гам Шимати Рады Гам Она Гуру Баларам Ну То Что Кришна Был То Было Несущество Итак В чем Разница Я Вам Рассказать Историю Которую Я Хотел Позже Рассказать Но Так Как Она Не Распирает Буквально Все Началось С Щуко Началось С того Что Как Всегда Джагай И Матхай Напились И Как Это Бывало В Русской Истории Русской Литературе Русской Традиции Их Тянуло На Что На На Духовное То Видите Есть Параллели Параллели То Мы С Вами Не Так Далеко От Идуши Их Потянуло На Духовное А Тогда В То Время Все Духовное Исходило Откуда Из Шива Сангра Из Шива Сангра Где Магапрагу Танцевал Нитай Танцевал Мукундадатта Пел Все Время Не Остановлась Мукундадатта Мог 72 Часа Без Остановлоги Вакрешура Панди Мог 72 Часа Танцевать Без Остановлоги И И Так Они Пришли Туда И Был Прибор Или Не Был Наверное Был Прибор Они Сели И Очень Все Было Замечательно Все Было Замечательно Здесь Что-то Вращалось Здесь Тоже Было Достаточно Комфортно Поэтому Они Сидели И Слушали Пение В это Время Открылось Дверь Снов Света Упал На них Киртан Уси И В Просвете Появилась Высокая Фигура Из Английского Слова Тул Оно Более Точно Прослая Фигура Появилась И Кто-то Из Них Джагар Всегда Был Более Активный Он Спросил Как Тебя Звать И Ну Своеобразный Голос Ответил Абадута У Слово Абадута Есть Много Переводов И Один Из Них Означает Там Типа Ты Меня Не Интересуешь Переводов Десять Я Специально Смотрю Ты Меня Не Интересуешь В целом Абадута Означает Тот Кто Находится За Пределами Даже Ведических Ограничений Кастов Признаков Барин И так Далее Что Все Самое Лучшее Проснулось Джагарин На крае И Они Поднялись И Хотели Броситься На Абадуту Но Не Тай А Это Он Быстро Ушел И Потом Через Какое-то Время Маапарабу Стал Посылать Проповедовать Харидаса Дакура Вместе С Нитана Матинандой И Он Просил Приходить Каждый Вечер В Шивасанг Он В это Время Был Там И Рассказывать Каковы Что Было Интересного Каковы Успехи Каковы Недостатки И Вот Они Пошли Проповедовать И Увидели Джагарин Матхая И Нитананда Прямо Направился К ним Расск Такой Слушай Сказал Слушай Может Мы Не с Этим Начнем Нашу Проповед Но Нитай Сказал Нет Всем Маапарабу Сказал Всем Он Подошел И Смиренно Попросил И Повторять Имя Господа Гауранги Ну И Те Были Как Всегда Квыщем Добром Расположенном Духом Что Что Какой Какой Гауранги Гауранги Ты Магай Да Я Джагай Что Магай И Они Сделали Несколько Шагов По Направлению Харидасу Такуру И Нитянанде Харидас Такуру И Нитянанда Приняли Браманический Способ Защиты Они Бросились На Утеку Вот И По дороге Харидас Такуру Отчитывал Отчитывал Нитянанда Я же тебе Предлагаю Надо Трогать И Они Добрались Так До Магапрабу Магапрабу Спросил Что Там Было Расскажите И При этом Как описывается Читание Багавати С Календарем Шилы Бактис Сиданте С Расвати Такура Магапрабу Впервые Назвал Их Два Господа То есть Харидас Такур Доже Господь По мнению Шилы Блинда Он Даст Такура И Он Спросил Что Было Ну Вот Так Джагай Мадхай Стали Слушать Ну Ничего Ничего Сказал Магапрабу Наступит Время И Они По Другому Отнесутся Через День Через Два Через Три Опять Харидас Такур Оба Господа И Нитай Пошли Проповедовать Может Не первыми Они встретили Джагай Мадхай Дали Но Опять Они попросили Их повторять Святые О Да Это Эти Два Эти Два Ну Как Они Назвали Не знаю Как Минимум Чудака Потому Что Каждый Нетрезвый Человек Читает Себе Таким же Как и все Как минимум Ну Может Чуть Выше Только Но Никогда Не Ниже И В этот Момент Уже Мадхай Сватил Ну Там Всю Валялись Такие Использованные Разбитые Дожди Сватил Горшок И Джагай Крикнул Не трогай Не трогай Не бей Его Но Тот Занес И ударил Горшок Господа Ницинамбу По голове Вот И у того Полилась Быстро Кровь И Немедленно Об этом Он знал Шиман Гаврисон Дарма Прогон Прибыл На это Место И у него Была Сударшана Чакра Вот И эти Браманы Как бывшие Браманы Или Получившие Браманическое Образование Они знали Что такое Сударшана Чакра И Не тай Не тай Посмотрите Какой он Сострадательный Он сказал Магапрабху А Джагай Удерживал Мадгая Удерживал Мадгая Чтобы Тот Не ударил На меня Нет Наоборот Да Джагай Удерживал Мадгая Чтобы Он не ударил На меня И куда Делась Чакра Магапрабху Подошел И тут же Обнял Джагай Сказал Спасибо Все Я принимаю Тебя Внизу Копался Мадгай Мадгай Толком Не знал Что делать Удар Был Кровь Была И тогда Он Сказал Магапрабху А помнишь На Куракшетре На Куракшетре Множество Людей Пускали В тебя Стрелы Другие Виды Оружия Вот А я Что А я Тут Ударил Только Ударил Лейтенанду Поэтому Там Ты Тех Ты Всех Простил Понимаешь Ты Простил Карну Там Бишму Они положили Кучу Кучу Твоих Воинов Ударил И И Тогда И Тогда Магапрабху Произнес Эти Загадочные Слова Магапрабху Он Сказал Нитай Очень Дорог Мне Я Очень Люблю Нитая Вот Ему Можем Возразить А так что он Балараму не любил Что ли С Баларамы Баларам Верховный Господь У него Тело Белого Цвета Кришна Верховный Господь У него Тело 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 Можем Между Единой Разница Но За что За что Магапрабху По особенному Любил Нитая По особенному Пишется что Нитянанда Источник Любого Сострадания Это Неплохо Это Неплохо Источник Любого Сострадания Я Сейчас Читаю Дорогу Домой Горуна Гаранжа Родонат Гаранжа Там Описывается Случай Как он Долго Бродил По Гималайи И Многие Из йогов Сказали Ему Я Хотел Завтра Это Сказать Ну Ничего Повторим Тогда Кого-то Все равно И Многие Йоги Стали Ему Говорить Если Ты Хочешь Найти Духовный Путь А он Искал Духовный Путь Иди И Он Поехал 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 Там В То Место Где Была Миссия Поездом Там Пешком Миссия Матери Терезы И Он Попросился Там Сидела Представительница Ее Спросил Можно Мне Поговорить С Матерой Терезой И Представительница Сказала Она Сейчас Занята А Чем Она Занята Спросил Будущий Родонат На Гараж Тогда Ричард Она Моет Посуду На Кухне Она Моет Котлы На Кухне Вы Поняли Преданное На Что Я Намекаю Об Этому Говорил Энеранжен Маганаш Он Говорил Что Мы Мы Призываем Божества Если Делаем Какое-то Служение Для Них Если Так Мы Просто Видим Смотрим Ну Красиво Одежда Хорошая Там И Глаза Хорошо Нарисованы И Все Остальное Нет Но Мы Призываем Божества Не Только Через Церемонию Клана Практически Но Тогда Когда Мы Делаем Служение Для Божества И Так Он Сел И Ждал Ее Полчаса Может Час Прошел И Потом Мать Тереза Появилась И Тут Ж Она Стала Проповедовать Ему Села И Стала Проповедовать Ему Среди Других Важных Вещей Которые Она Ему Сказала В Том Числе Она Ему Открыла Что В Нас Столько Любви К Богу Сколько Умения Прощать Поэтому Вы Джентльмены Были Правы Относительно Это Не Полное Подвожу Вас К Другому Чем Не Менее Вот То есть Мы Столько Сможем Развить В Себе Любви Прежде Сего К Преданным Но Почему Только К Преданным Ко Всем Живым Существам Ко Всем Живым Существам Сколько У Нас Разовьется Умение Прощать Это Шикам Проповед Того Как Кришна Сказал Назови Мне Любые Желания Я их Исполни И Шидан Который Повесил Гирлянды На Баларан На Всех Спутников Кришны На Самого Кришну Он Сказал Непоголебимая Преданность Тебе Мой Господь Любовь К Преданным И Умение Прощать Всех Живых Существ Вот Но Нитай Не та Чем Отличается За что Его По-особенному Любит Горасун Дарма Прабух Потому Что Он Хорошие Слово Такое Английское Он Чай Детковат Детковатый Он Как Дитя Вы Замечали Наверное Что У каждого Преданного Есть Какая-то Детская Супер Даже Вот Если И смотреть На Старших Преданных Наших Духовных Человек Все Равно Долго Общение Мы Видим Вот Это Они Немного Детские Вот И Нитай Проявлял Свою Детскость В том Что Он Ну Был Ну Абадута Есть Абадута Но Посмотрите Дети Ж Туже Кто Абадуты Они Что Угодно Могут Делать Что Угодно И Нитай Тоже Делал Что Угодно Часто Он Брал Подымал Одежду Завязывал У себя Узлом На голове И В таком Виде Хотел Иногда Он Подходил К Мати Малине Жене Шивас Пандита И Говорил Мать Хочу Ест И Мати Малине Чувствовала Прилив Молока В груди И Давала Ему Грудь И он Ел Представляете Ему Уже Лет Тогда Он Старший Маграбу На 17 И Он Пил Молоко Ну И Другие Его Поступки Он Сломал Данду Тоже Многие Другие То есть Может быть Много Отклонений В том Как мы Представляем Науку О Предании Себя Верховной Абсолютной Истине Господу Господу Кришне Господу Харине Но То Как Представляет Это Баларам Это На 100% Для Нас Пример Он Он Всегда Думает О том Как Служить Кришне Это Для Нас Бескорыстное Преданное Служение Означает Что Мы Постоянно Думаем О том Как Послужить Кришне Или Служим И Возникает Также Вопрос Мы Затели Эту Тему Немножко Как Мы Можем Оскорбить Нитянанду Подсказка Одно Из Имен Нитянанды Одуша Даши Нитай Это Переводится Как Тот Кто Не Обращает Внимания На Оскорбление Но Тем Не Менее Все Так Можем Лим Оскорбить Одуша Даши Нитая Здесь Прошелся Загадки Таинственные Могать Завтра Он Проснешь Перечту И Поймем Пока Не Разбудят Итак Итак Днепровские Мудрецы Как Вы Думаете Как Можно Оскорбить Нитая Ну Вы Можете Ответить Конечно Оскорбляя Мама Прабу Предан Предан Да Сомнение В И Пождественной Приводой То есть Ответ Таков Что Оскорбляя Преданных В первую очередь Мы Оскорбляем Нитянам Да Но этого Мало Этого Мало Так Как все прощения относятся ко всем живым существам. Поэтому, если мы даже оскорбляем какое-либо живое существо, мы оскорбляем Господа Ни Тиману. Потому что Нитай приходит для того, чтобы сделать всех любящими Мамапрабху. Баларан приходит, чтобы все полюбили Кришну. Но если мы создаем препятствия у кого-либо для любви к Кришне, то мы таким образом оскорбляем того, кого якобы невозможно оскорбить. Но для того, чтобы напомнить себе, что Он такой всепрощающий, мы, кланяясь Ши-Ши-Горни-Тай, можем говорить, ладоши дальше не таять. Помоги ему. Ну и об этой функции Господа Баларамы можно напомнить через случай с Зинукой Асурой и его друзьями. Когда они хотели напасть на мальчиков, друзей Кришны, Баларамы, которые рвали плоды в их лесу. Рвали их плоды. Хотя ослы не могли освоить поедание этих плодов. Есть разные истории о том, как кто-то пытался забрать право другого или защитить. Например, где-то рядом история в Ака-Чакраграмме, когда мы идем и оставляем слева место явления Господа Нитянанды, перед Ним Офио. А это место явления отмечает что? Это Самадхи чего? А? Это Самадхи Пуповины, Господа Нитянанды. Понимаете? Как близки мы в это время. Самадхи Пуповины, Господа Нитянанды. Мы оставляем слева, идем прямо. И потом с левой стороны будет такая площадка, там где собирались мальчики-пастушки, и они разыгрывали Раму Алилу. И оттуда открывается панорама полей. Это Чакраграмма, где они пасли коров. То с правой стороны будет такое, ну нечто вроде храма небольшого. И он построен в честь того, что в том месте стоял дом, в котором останавливались Пандавы, когда они ушли в изгнание. Итак, Пандавы пришли. Пришли туда, пришли в Ирак Чакраграмм. И Брамы, которые жили там, в Брамынической семье, они пригласили к себе жить. А в этой деревне, ну почему-то Пандавы обратили внимание, люди были такие понурые, понурые, скорбные. И тогда Пандавы спросили от жены, другие, в чем причина, что здесь такая горестная атмосфера. И люди сказали, понимаете, эту деревню захватил Бакасура. И он хотел вначале всех съесть, всех здесь съесть. Но старшие уговорили его, что мы будем честно отдавать тебе каждый день одного человека из нашей деревни. И сто килограмм сладкого риса. И тот согласился. Или может раз в неделю, или каждый день. И тот согласился. У нас еще красивее стало. Да. Ну и через день-два Пандавы обратили, что в этой семье какое-то особенное, особенное горе. И они спросили, что такое, что у вас. Может мы что-то неправильно делаем. Ну и старшие сказали, что завтра наша очередь. Завтра наша очередь отдавать. Одного человека и сто килограмм сладкого риса. Ну и с ночи стали готовить сладкий рис. Сто килограмм, это же сто килограмм. Они готовили сладкий рис. Ну, Дима в это время довольно часто заглядывал на кухню. И он, ну, семья решила отдать дедушку. Отдать дедушку. Вот. И Баларам сказал старшим, вернее, Бейман сказал старшим, Ну что, дедушка, смотрите, он ворискинный. Он худой. Ну, что бы пока сура может не принять. Тогда как я, смотрите, я плотный. Давайте меня отдадите, да и все. Ну как же, ты же гость, я не стану кланяться, просить прощения у него, там какие-то ему знаки почета, внимания оказывать. Но Бейман наставил, он говорит, ну что, дедушка, дедушка, он и так сейчас в горе. И вы все же будете горевать, так как он связан со всеми вами. А я ни с кем из вас не связан. Я пришел и ушел. Ну, они поспорили, поспорились, ну, в конце концов решили, ну, пусть Бейман едет, ладно. И вот утром приготовили рис, заподвигли буйволов, Бима сел, котел поставили за ним, вот, стегнули быков и поехали. Поехали. Ну, пока там все, решался вопрос с Бимой, утром тоже. Время, ну, уже опаздывало, они опаздывали. Бакасура ходил, за спиной, взад-вперед, смотрел, где, где, где эта повозка. Есть хотелось дьявольски. Ну, он враг шанс, по отношению к нему можно применить такое выражение. И тут он увидел повозку. А когда повозка стартовала, Бима подумал, а не подошел ли вот этот момент, собственно, который на кухне как-то виделся в будущем. Вообще, недолго я думая, запахи там были, ну, представляете же, это ж не тот рис, который у нас сейчас. Ну, не петровский рис, такого же качества. Поэтому Бима залез в котел, зачерпнул оттуда риса, рис был прекрасный. И так он, буйволенная повозка неторопливо ехала, запускал время от времени руку туда, доставал рис, ел. И вот они приблизились к Бакасуре. И Бакасура уставился на Биму. Он оценил его на плотность. Но его немного другое волновало. Он сказал, ты чего, Малерис, сидишь? А где на нем написано, что он твой? Потом Бима попросил, смойте мне руки. Культура. Смойте мне руки, пополоскал рот и сказал, ну, ладно, давай драться. И агония не продлилась долго. Тресь, 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 тресь и все. И Бакасура. Потом немного потратил времени, ну, хотя бы какой-то шанс сделать из меня, вот так, чтобы в чем-то гармония была. Раскинувшись лежал с выражением горе. Итак, Баларам всегда учил других, как служить. Как служить Кришне. Он убивал демонов, мы помним. Да, я хотел про Динука Асуру. Динука Асура вместе с командой своих ослов приходили в лес Талаван и ели там, ну, вернее, охраняли, чтобы никто не ел. Им там самим не съесть были эти кокосы. И туда пришел Кришна с Баларамами однажды, с мальчиками, пастушками. И они стали трясти эти деревья и наслаждаться этими кокосами, которые тогда, наверное, были повкуснее, чем сейчас мы встречаем в Идре. Ну, и на этот шум, или там были доносчики, или были доносчики, прибежали ослы, и они увидели, что их плоды, их плодами наслаждается Кришна вместе со своими друзьями. И они приблизились там и пробовали лягнуть, или были настроены, уже разворачивались заданиями. И Кришна сказал, Баларама, разберись с ним. Почему он сказал, вы помните, Динука Асура был его родственником. Он был братом Верочины. И Баларам взялся за это дело. Взялся за это дело, он схватил Динугу Асуру, как следует раскрутил его, раскрутил его и забросил на вершину пальмы по некоторым источникам, тот слез все-таки. Слез в спальне и опять начал разворачиваться задом, занимая удобную позицию. Но опять Баларам уже в этот раз побольше его покрутил. И он покрутил его так, что тот умер во время вращения. То есть не надо было уже и закидывать, ну, для гармонии. Он все-таки забросил его. Ну и сейчас я немножко об этой истории почитаю, буквально немного, совсем. Вот столько. То есть что произошло? Произошло то, что наше сердце предназначено для Игоры Кришны. Вот. И в плоды этого сердца, которое находится в нем, это наши способности служить и любить Кришну. Но сейчас, положим сейчас, наши сердца переполнены длинного асурами, которые забирают вот эти наши способности, похищают наши способности. Хотя мы сами не знаем, что с ними делать. И поэтому там толкаться эти асуры, вот. И Кришне там негде играть. Негде играться и жить в нашем сердце. И поэтому наша способность любить и служить уничтожается день за днем этими аслами в форме амадх. Вожделение, гнев, жадность, зависть и иллюзия. Они уничтожают плоды нашей любви и служения. И занимают нас в служении этим асламам. Поэтому Кришна не играет в сердце, в нашем сердце. И на что нам надеется? Баларам представляет гуру Парампару, нашего гуру. И мы позволяем ему войти в наши сердца, как Прабхупада и его наставления. Если мы принимаем его наставления и пример, тогда вожделение, гнев, жадность, зависть и иллюзия разрушаются по милости Парампары. То есть Прабхупад не один входит, он представитель Парампары. Он представитель Парампары. Прабхупад определил четыре причины, по которым следует оставаться в Исконе. Я назову одну, в крайней мере. Потому что Искон представляет Парампару. Это не так, что мы по отдельности, каждый, принимая духовного учителя, принимая посвящение от него, согласно ведической традиции, мы подключаем защиту всей Парампары. А Парампара выплеснула много форм любви в своих произведениях. Гаппала Чампу, Кришнакарнаврит, Бхактиратнакар, Читания Чаретаврит, Читания Бхагават и так далее. То есть это не так просто. Если мы изучаем эти книги с любовью, то мы становимся очень сильными. Почему? Силён человек тогда, когда у него вкус есть. Поэтому у нас развивается вкус. Мы хотим есть эти клады, которые даёт нам Кришна, которые оставили для нас представители Парампары. Окей, я остановлюсь на этом. Я думаю, ко всеобщей радости. Завтра или послезавтра мы продолжим. О том, что эта тема огромнейшая. Или мы другую возьмём? Гран-тарат, Шиман, Бхарвата Парана, Ки-джаря, Шракасамхита, Ки-джаря, Шла Прабхупат, Ки-джаря, Нитайго, Апрей, Хри-го, Шель-джаганан, Бхладе, Ки-джаря. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok